Это, конечно, банальность, но лучше не забывать, что как PCA требует, чтобы хотя бы одна переменная была порядковой. А в идеале все должны быть порядковые, потому что если они полноценно интервальные, то зачем совершать лишние действия? Применяйте МГК. А если переменные номинальные, как исходно в той базе, которая приложена к видео, то к ним нельзя применять как PCA. Потому что требуется отношение порядка, хотя бы исходное какое-то. Поэтому эти переменные предобработаны. Каким образом? Ну, сейчас я показывать не буду, я этого недолго и делаю это в Пайтне. Ну, представьте себе, у вас 13 столбиков. Каждый из них отвечает месту, на котором в своей голове респондент располагает тот или иной от нас. На первом месте, это значит, что нас больше всего нравится человеку. На последнем месте, на 13-м, значит, меньше всего. Но также какие-то респонденты могут не упоминать какую-либо национальность. И тогда она попадает на 14-е место, на последнее. И вот эти 13 столбиков надо преобразовать сначала, чтобы дальше применять как PCA. Их надо преобразовать таким образом, чтобы в новой базе. В каждой технической группе присвоить порядковый номер в этом пространстве позитивного восприятия. Но это отдельная тема, и я думаю, что вам, как владеющим поэтомом, не заставляет проблему. В общем, даже без поэтома можно в Excel, можно и в процессе, если при помощи Transform, Compute Variable, просчитать место каждой технической группы в пространстве позитивного восприятия. Смотрите, мне тема сегодняшнего занятия. Если не хочется заниматься предобработкой базы, то у меня на сайте, а ссылка на сайт есть под каждым видео, достаете базу предобработанную, и вот в ней не должно быть никаких проблем. И вот тот четвертый вопрос, который в Google форме, ну не в Google форме, а в Google Sheet, к вопросу выше, это уже на основе базы, скачанной по ссылке под видео. Но вот нужно на основе этой базы сделать предобработку, а если не хочется сделать предобработку, тогда сходить по ссылке на мой сайт, и там другая ссылка, уже предобработанная база. И там не должно быть проблем с миссингами. И следовательно, должны будут совпасть результаты корреляции. А кто-нибудь пробовал выполнить действие из видео? Еще? Ну так, чтобы получилось, чтобы уже был результат, который можно было бы обсуждать? Наверное, никто. А у вас сейчас есть, наверное, под рукой СПСС? Да, да. Тогда я предлагаю решить маленькую простенькую задачу на катписи. Вот то, что у меня в видео, это очень большая задача, и можно ее очень долго решать, особенно если с предобработкой. А то, что в презентации, там маленькая задача. Я вам сейчас вышлю файл, и там всего три переменные. И тогда я прокомментирую презентацию, и можно будет успеть реализовать некоторые шаги, которые у меня в презентации. Потому что практических занятий, как я писал, не будет. Мне кажется, без того, чтобы попробовать, лекция бесполезна. Так что... Можно задать вопрос, пока вот все скачет? Можно ли применять этот метод для того, если целью является получение однофакторной модели? То есть заранее уже предполагаем, что получится один фактор, и факторный анализ, например, это подтверждает. Есть ли смысл это дублировать, например, в этом методе? Спасибо за вопрос. Ну, нет разницы. Два фактора, три фактора предполагается. Один фактор. Мы отталкиваемся от свойств переменных, с которыми вы работаете. Если ваши переменные интервальные, вы в этом уверены, вы можете это обосновать. Или более высокого типа шкалы. То хоть однофакторный МГК, хоть десятифакторный. А если у вас переменные порядковые, например, совсем порядковые, например, три ранга вашей переменной, в каждой из переменных, то лучше не применять МГК. Он может дать смещенный результат. С Ириной Казбековной мы писали статью на этот счет. Из интервальных переменных, симулированных, мы создавали порядковые, настоящие порядковые, и применяли к ним разные варианты факторизации. Отписей показал высокую эффективность. Статью можно найти по ссылке с моей страницы корпоративной. Ответил на ваш вопрос? Есть ли еще вопрос? Да, все понятно. Спасибо. Тогда давайте я пока откомментирую слайды презентации, которые идут до самого примера со цифровкой. А потом мы вместе с вами рассмотрим пример со цифровкой на этой базе. Итак, как я уже сказал, это метод факторизации, причем эксплораторный. Я не знаю, вы уже проходили. Если не проходили, то наверняка будете проходить. Конфирматорный факторный анализ. Подконфирматорный, он антагонист эксплораторного. Для конфирматорного вы должны иметь уже строгие гипотезы операциональные. То есть вы абсолютно уверены, что у вас как раз вот да, девушка задавала вопрос, один фактор, вы в этом уверены? На 99%. Вы применяете конфирматорный факторный анализ, который вам строго статистически с возможностью генерализации, то есть переноса на генеральную совокупность, подтвердит или опровергнет вашу гипотезу. Но если ваша гипотеза не верна, то конфирматорный факторный анализ вам не скажет, а сколько же на самом деле. А если вы не вполне уверены, то есть у вас может быть какое-то предположение о том, что у вас один фактор или два фактора, или вы колеблитесь, но у вас нет строгой уверенности, тогда вы прибегаете к эксплораторным методам факторизации, к которым относится и КАД-ПСЕ, к которым относится и МГК, тот факторный анализ, который вы изучали с Натальей Дмитриевной. Это, по сути, эксплораторный факторный анализ методом главных компонентов. Ну, а коротко МГК. Также, поскольку мы все выступаем за то, чтобы всячески внедрять Data Culture, и в рамках именно этой инициативы у вас был и Python на первом курсе, и еще всякие курсы, то следует соотносить привычный нам язык, язык анализа данных социологических, и язык компьютерных наук. В компьютерных науках есть термин машинное обучение. И хорошо понимать, какие наши методы, с какими категориями методов компьютерных наук соотносятся. Так вот, CAD-PCA — это метод машинного обучения без учителя. Как я уже сказал, для порядковых переменных CAD-PCA могут быть вкрапления номинальных переменных. Но костяк для создания факторной модели составляет именно порядковые переменные в CAD-PCA. Логическая формула CAD-PCA — это оцифровка исходных индикаторов плюс МГК. Это, конечно, упрощение, хотя бы потому, что CAD-PCA происходит итеративно. Находится много промежуточных решений. Я это вам покажу. И в рамках каждого из этих решений уже участвует МГК. Хотя не обязательно МГК. МГК по умолчанию встроен. Можно и другие методы эксплуатурной факторизации использовать. Например, основанные на критерии максимум лайклихуд. Наверное, это вам ни о чем не говорит, слова максимум лайклихуд. Но если вы запомните, я думаю, когда-нибудь вам это пригодится. И, собственно, благодаря чему CAD-PCA и получил свое место под солнцем. Маленькое, конечно, по сравнению с местом, которое занимает МГК. Последствием МГК 90% всех задач на факторизацию решается в социальных науках. Еще раз, МГК — это метод главных компонентов, тот самый факторный анализ, который вы изучали с Натальей Дмитриевым. А CAD-PCA выгодно отличается от МГК тем, что некоторые ограничения снимает. Некоторые МГКшные ограничения. Ну, вот здесь, собственно, указаны три преимущества CAD-PCA перед МГК. В чем исходная идея CAD-PCA? То есть, как, скорее всего, он рождался в голове коллег из Лейденского университета. А именно там его разрабатывали. Такая группа ученых, которая его разработала, написала код и продала IBM. Потому что когда-то в SPSS не было CAD-PCA и, в принципе, в природе не было CAD-PCA. Но собрались голландские ученые и придумали. И заработали на этом неплохо. Так вот, идея состоит в том, что в социальных науках зачастую инструментарий сбора информации довольно грубый. И он грубый не потому, что мы, социологи, глупые, не понимаем, не умеем. Нет, скорее он грубый, потому что слишком детально и дотошно, как, допустим, любят психологи, какой-то феномен исследовать очень детально и дотошно. У них есть такая возможность. Потому что по большей части их источниками информации выступают либо студенты вузов, соответствующих факультетов. То есть они как бы в какой-то мере и подневольные люди, и сами заинтересованы. Либо клиенты различных служб психологических. То есть, опять же, в некотором смысле люди подневольные и заинтересованы. Поэтому там мотивация источников информации гораздо выше. Мы не имеем таких мотивированных источников информации. Поэтому нам приходится упрощать наш инструментарий. И вместо того, чтобы очень детально, скрупулезно исследовать какую-то тему, мы вынуждены очень сильно ограничиваться и сложностью инструментария, то есть сложностью задаваемых вопросов и временем, которое человек может уделить на заполнение анкеты. В силу всех этих обстоятельств у нас инструментарий бывает грубым. В частности, грубость состоит в том, что мы не делаем достаточное количество дробных или вообще континуальных переменных. то есть не задаем очень конкретные вопросы с огромного количества сторон о одном явлении. Нет, мы так не делаем. Мы задаем довольно простые для респондента вопросы в очень ограниченном числе. Часто эти вопросы, но опять же, в школограмме Лайкерта или Ликерта, как правильнее, на самом деле. Он Ренсис Ликерт. У нас там может быть относительно много суждений, но, во-первых, они пятеранговые обычно, а пять рангов это сомнительно часто, что шкала интервальная. Корректнее обычно все-таки считать ее порядковой, пятеранговую. Во-вторых, число этих суждений все равно гораздо меньше, чем оно в любом психологическом инструментарии. Хотя Ренсис Ликертон собственно и ориентировался на инструментарии психологов. У нас, у социологов, грубый инструментарий, простенький, но мы хотим изучать сложные явления. Почему бы не попробовать вытащить из вот этих грубых переменных, порядковых соотношение между расстояниями, соотношение между расстояниями, между категориями. Два раза между, может быть, не очень красиво с точки зрения русского языка, но выражает суть. То есть, интервальные переменные чем характеризуются? Тем, что мы можем соотносить это расстояние между двумя точками. Такое-то, это расстояние, а больше, меньше, равно. Мы это можем соотносить. Для порядковой переменной мы не можем об этом говорить. Не говорим мы о расстояниях для порядковой переменной. И вот еще раз идея состоит в том, что вытаскивать из порядковых переменных, где мы не можем говорить о расстояниях, эти расстояния вытаскивать при помощи специальных процедур. В общем, не очень сложных на самом деле. Ну, по сложности можно сказать, что CAD PC это как бы два МГК. То есть, если вам сам по себе МГК, метаглавный компонент не кажется сложным, то и освоить суть оцифровки тоже труда не составит. Алексей, а можно попросить? У нас где-то записан алгоритм, описанный на пальцах. Возможно, это прозвучит грубо и некорректно, но до этого, когда мы проходили какие-то методы, мы посвящали условно половину лекции, просто чтобы преподаватель на пальцах объяснил, как это работает, и, может быть, картинка где-то поставил и так далее. Я сейчас понимаю, что CAD PC если это правда вытаскивание интервальных шкал из порядковых, это прям очень круто. Но я пока не до конца понимаю, как именно это работает. У нас где-то есть слайд или предусмотрена небольшая беседа о том, как именно это происходит? Или нет? Собственно, для этого базу я вам прислал, и через пару слайдов мы до этого дойдем. То есть пока что задача, как ее ставили авторы, вытащить из порядковых переменных соотношение расстояния и параллельно превратить связи любой формы в линейные. Я это называю выпрямить связь. Почему? Зачем это нужно? Тоже как раз здесь обратный процесс происходит. Криволинейные связи очень сложно интерпретировать. Их очень сложно экстраполировать. Под них сложно подобрать аппроксимирующую функцию. Под линейную связь очень легко подобрать аппроксимирующую функцию. И вы все уже знакомы с регрессионным моделированием. Что происходит в процессе регрессионного моделирования? Как раз подбирается аппроксимирующая функция. линейная обычно. Вы выходили за рамки линейной только в каком смысле? Когда вы в SPSS рассматривали curve estimation. И еще 12 функций помимо линейной. Вы считали r-квадрат и сравнивали и оценивали, что может быть кубическое лучше будет, чем линейная. Но если вы поищите в базе к цитированию, вы не найдете в социальных науках ни одной работы с кубической функцией. Почему? Почему везде линейные? Потому что проще. Идем дальше. Вот уже совсем близко к оцифровке. А оцифровка, собственно, это и есть сердцевина, как писей. Вот я постараюсь на пальцах, но совсем на пальцах, вот совсем, чтобы прямо формулы были ясны, не получится. По двум причинам. Вот то, что вы до этого изучали, это общенаучное достояние. Это разделы мат-статистики. Это как бы не запатентовано никем. То, что изобрели товарищи из Лейденского университета, они делятся очень дозировано. Полного описания алгоритма нет. Есть описание принципа, но описание алгоритма с формулами отсутствует. Вы можете, собственно говоря, покопаться в том же мануале из PSS очень детально. Там очень много есть. Но описано это так, что вот полностью восстановить алгоритм по этим записям невозможно. Мы восстановили этот алгоритм, и у нас работает в Пайтоне. То есть в Пайтоне как писей до сих пор не было. В общем-то и методы главный компонент с вращениями разными тоже стали появляться относительно недавно в Пайтоне. Вот statsmodels, наверное, вам известен этот пакет. Ну, если еще неизвестен, то потом станет известен. Там вот буквально в этом году появились классы для факторизации с вращением. Методом главный компонент. Катписей там нет. Ну, точнее, не было. Опять же, потому что мы сделали пакет, в котором есть катписей. Но объяснить на пальцах полностью, вплоть до формулы, за одну лекцию невозможно. Принципы я вам объясню. Итак, оцифровка, моя интерпретация того, какую роль оцифровка играет в целом в датамайнинге. Третий пункт, он выделен жирным. Он как раз про это. В компьютерных науках оцифровки в том понимании, как я вам ее изложил, в принципе, нет. Им она не нужна. Потому что у них инструментарий сбора информации за всем другой. Нам она нужна. Поэтому именно в социальных науках оцифровка и разрабатывается. И в этом смысле мы сможем, ну и уже вносим свой вклад в развитие методов компьютерных наук. Ну, пока, наверное, они этого не замечают, но мы подбираемся тихо к тому, чтобы заметили. То есть, фактически, когда мы вытаскиваем из грубых ответов респондента, ну грубых в том плане, что ответы на порядковые, на вопросы, предполагающие порядковые переменные, вытаскиваем более глубокие соотношения, это и есть наш майнинг, наш углубленный анализ. И как раз то, что там и происходит, называется оцифровкой. И вот мы уже совсем близко. Оцифровка предполагает перемещение, категорий исходных переменных друг относительно друга. Обычно предполагается, что исходно категории находятся на одинаковом расстоянии, хотя мы ими не идентифицируем эти расстояния, но чисто для визуализации они находятся на одинаковом расстоянии. И SPSS и Excel, они графически выражают расстояние как одинаковые. Когда мы строим, допустим, гистограмму, есть внутри PDF-файла ссылочка на Excel-файл. Это то, что мы с вами будем получать в процессе применения CAD-PCA на той базе, которую я вам прислал. Давайте сначала посмотрим, что мы получим в итоге, а потом получим это. Поэтому сначала откройте Excel-файл по этой ссылке. Я думаю, открыли, можно продолжать. Сейчас я вам покажу, собственно, гистограмму той переменной, которую мы будем препарировать с точки зрения оцифровки. Переменная с пятью рангами. И остальные две, которые мы будем факторизовать, они тоже с пятью рангами. Но именно оцифровку этой переменной мы детально рассмотрим, потому что относительно нее интереснее всего процесс происходит. Как вы видите, пять рангов. Некоторые смещения вправо присутствуют, в сторону больших значений. В данном случае имеется обратная кодировка, то есть низкие значения выражают согласие, высокие значения выражают несогласие. То есть имеется некоторое смещение в сторону несогласия. В принципе, пять категорий. Кто-то воспринимает как псевдоинтервальную, кто-то не воспринимает. Первое основание, чтобы задуматься о том, что, может быть, здесь нужен катписяй. Второе основание. Смещение. Конечно, здесь слабое смещение. Оно есть, очевидно, но оно слабое. Чем смещение сильнее, тем, опять же, больше оснований применять катписяй. Третий шаг, который мы сейчас делать не будем, чтобы не отвлекаться, который есть в видео, как раз соотношение корреляционных матриц Пирсона и какой-нибудь ранговый. Можно Кэндала, можно Спирмана. Это в видео есть. Три основания для того, чтобы решить, все-таки, обычный МГК применять или применять катписяй. Я применил и то, и другое, чтобы показать вам разницу в результатах. Я специально, это пример было трудно найти. Такой, чтобы переменные были, как бы, может быть, и псевдоинтервальные, хотя и порядковые. Чтобы смещенные, но не сильно. Ну и чтобы была в итоге одна компонента, чтобы без вращения, чтобы не уделять время вращению. Так вот, три переменных. Наравне с той, которую я вам показал, еще переменная про то, что беженцы, получившие убежище, имеют право пригласить и членов своей семьи. И переменная про то, что государство должно быть великодушно, рассматривая и принимая решение о предоставлении статуса беженца. То есть речь идет о том, чтобы факторизовать отношения европейцев, а это, как вы уже, наверное, увидели в базе ЕСС, факторизовать отношения европейцев к беженцам. Три переменные. Есть и другие переменные, но они измерены по другому типу шкалы, там уже не так интересно. Там больше градаций, поэтому другие переменные больше похожи на полноценные интервальные, я предполагаю, что у меня здесь будет одна компонента, которая как раз выражает отношение к беженцам. Но у меня нет абсолютной уверенности в этом, поэтому здесь не может быть конфирматорный факторный анализ, он будет эксплораторным. Поскольку все три переменные с пятью градациями и не сильно смещены, можно попробовать и МГК применить, обычной метафакторизацией, то, что вы называете факторным анализом. Я сюда вынес только некоторые таблички, которые будут как раз интересны сравнить с тем, что мы получим в катписи. Общности. Все вы помните, что общности нам говорят о том, насколько хорошо модель объясняет исходные наблюдаемые переменные. По двум исходным наблюдаемым переменам все в порядке. Общности выше 0,5. По той переменной, которую я вам показывал, общность ниже 0,5. Ну, не то чтобы критично ниже, но ниже. Поэтому может возникнуть вопрос о том, что либо надо добавлять к компоненту факторный анализ пока что по критерию Кайзера. Все вы помните, наверное, что такое критерий Кайзер. Недавно это было. Выделяется одна компонента, которая объясняет 61% вариации исходных переменных. Но поскольку общность ниже 0,5, то, может быть, надо добавлять вторую компоненту. А тогда уже вопрос в смысле этой модели. У меня три исходных переменных, и я сделаю две компоненты. Как-то вообще не похоже, чтобы это была эффективная процедура. Из трех сделать две. Сокращение размерности очень маленькое. В общем, если применять МГК, получается не очень хорошо. Получаются дополнительные вопросы. Либо удалять переменную из анализа, либо закрыть глаза на то, что общность низкая, либо добавить еще одну компоненту. Если же применить CAD-PCA, аналог общности, то есть аналог этой таблички в CAD-PCA, называется Variance Accounted For. Аналог общности для этой переменной, сомнительной, называю сомнительной, вызывающей сомнения, оказывается уже 0,564. Рост на 23% относительно того, что было здесь. И в целом модель объясняет почти 66% вариации исходных переменных. В МГК было 61%, в CAD-PCA 66% почти. Сейчас будем рассматривать, как это получилось, и как раз рассматривать оцифровку. И потом запустим, и вы сами получите те же самые результаты. CAD-PCA, как я уже сказал, это метод итеративный. Вы уже сталкивались с итеративными методами. Сам по себе МГК не итеративный. Вращение в МГК итеративный процедура. То есть, если вы поставите малое число итераций, там по умолчанию 25 стоит в МГК, если вы поставите одну итерацию, у вас вращение ничего не даст. Ничего не изменится. Бывают сложные случаи, когда, очень редко, но бывает, для вращения нужно много итераций, тогда вам надо обращать на это внимание и изменять число итераций, стоящее по умолчанию. CAD-PCA тоже итеративный метод. В нашем случае он сошелся, он, то есть метод, сошелся за 31 итерацию. По умолчанию стоит, 100 по умолчанию стоит в SPA-сессии. Я покажу потом, где это регулируется. Хотя бы, в моем видео об этом речь идет. 31 меньше, чем 100, значит, алгоритм сошелся, все нормально. Ну, еще здесь, снизу, по ссылочке, есть указание, что процесс завершился благодаря достижению уровня конвергенции. Это очень маленькое число, очень маленькая дельта. Если при переходе от 31 итерации к 32 итерации некий критерий изменяется на дельту меньшую, чем задан уровнем конвергенции, то процесс останавливается. Это называется, что процесс завершился в результате достижения уровня конвергенции. Итеративный процесс может завершиться по двум причинам. Уровень конвергенции достигнут или достигнуто максимальное выставленное число итераций. То есть, если бы здесь у меня стояло бы 100, это значило бы, что уровень конвергенции не достигнут. Это значит, что мне нужно увеличить число итераций в катписей. А дальше, собственно, попытаюсь объяснить вам максимально возможно на пальцах, что такое оцифровка. Поехали. Чтобы показать вам, как происходит оцифровка, я выставлял разное число итераций. То есть, чем меньше итераций я выставлю, тем меньше я дам возможность алгоритму провести оцифровку. То есть, разгуляться. Не дам ему разгуляться. Смотрим, что такое ноль итераций. То есть, когда у нас никакой оцифровки еще не происходит. Базовая ситуация. Вот как у вас в логистической регрессии есть блок ноль. Вот здесь я фактически сделал его аналог, чтобы показать, от чего мы отталкиваемся. Фактически, в качестве базовой точки в катписе выступает результат МГК. Просто МГК. это базовая точка для катписей. Применить к исходным переменным трем про правительство, про членов семьи и про притеснение, преследование на родине. Просто МГК. Так вот, если применить просто МГК, то факторная нагрузка, рассматриваемый переменной, как я ее назвал, сомнительной, Most Refugee Applicants Not in Real Fear, бла-бла-бла. Она имеет факторную нагрузку с полученной компонентой, той самой, которая вот здесь нам дает, 61%, минус 0,67, ну, если округлить, минус 0,68. То есть, линейная связь, измеренная коэффициентом корреляции Пирсона между исходной переменной и компонентой, ну, мне как бы это называть фактором, многие выступают, многие в науке, науке выступают против того, чтобы называть компоненты факторами. Поэтому я тоже называю их компонентами, факторами предпочитаю не называть. 0,67. В итоге оцифровки мы получим с вами 0,75. Заметное такое усиление связи. Но пока что мы на уровне 0,67. Это бенчмарк. Исходная ситуация. Чем она характеризуется? Для каждой итерации я буду давать два графика. Первый график про изменение исходной переменной. Что с ней происходит, когда происходит оцифровка. второй график про то, что происходит со связью между данной переменной и компонентой. Поскольку мы находимся на нулевой итерации, еще никакой оцифровки не происходило. Поэтому исходные переменные и оцифрованные переменные представляют собой одно и то же. Поэтому график выражающий переход одной в другую представляет собой линию находящуюся под 45 градусов к оси х и к оси у. Единица это единица, двойка это двойка, тройка это тройка. То есть абсолютно тождественный переход. Связь между исходной переменной и компонентой, которая имеет силу минус 0,68 если округлить, выглядит вот так. Как вы видите, она не вполне прямая, не вполне прямолинейная. к тому же здесь линия проксимации проходит через средние значения. Понятно, что у нас есть вариация еще внутригрупповая для каждого из этих столбцов. Ну вот вступает в действие оцифровка. Первая итерация. В результате первой итерации сила связи, как вы видите, увеличивается. пока что не сильно. Было 0,677, стало 0,682. Что за этим стоит? Что произошло с переменными? Вот снова исходная переменная. Это все еще исходная переменная. Как она была в базе? А вот это уже оцифрованная переменная, но оцифрованная за одну итерацию. Что здесь произошло? Выросли одни расстояния, уменьшились другие расстояния. По оси абсцисс расстояния остались теми же. Изменились расстояния по оси ординат, потому что именно на оси ординат располагается новая оцифрованная переменная. Раньше у нас между первой и второй категории было такое же расстояние, как между второй и третьей категории. Что произошло здесь? Расстояние между первой и второй или между второй и третьей стало больше. Видно уже, что эта линия не совсем прямая. Собственно, ее непрямизна как раз и связана с тем, что расстояния начали меняться. Точнее, между третьей и второй стало меньше, чем между второй и первой. Если брать проекции на ось ординат, на ось Y. Факт даже, что у нас как бы они ушли в отрицательное значение, тоже же по сути говорит. Это как раз не принципиально. Ушли они в отрицательное значение, потому что здесь уже сразу производится стандартизация. Вы же помните, что у вас, когда МГК работает, в ESP-сессии, это вообще не обязательно так, но в ESP-сессии только так, у вас обязательно перемены стандартизируются. Поскольку МГК уже один раз прошел, и он собственно выступает бенчмарком. Все остальные переменные уже будут тоже стандартизироваться. Поэтому важно здесь смотреть не на знак, а на соотношение проекций. Смотрите, что справа. Справа уже вообще абсолютно прямая линия. Связь как будто выпрямилась, на самом деле нет, визуально да, визуально она выпрямилась, но если бы она абсолютно выпрямилась, то у нас бы здесь какое число было бы? Один. Да, минус один абсолютно правильно. Визуально выпрямилась, но как вы понимаете, графики далеко не всегда выражают стопроцентно то, что мы хотим, чтобы они выражали, поэтому и есть математические методы, поэтому здесь есть и график, и табличка. Но это была только первая итерация. Вот теперь на 15-й итерации. Вы, наверное, уже видите, какое серьезное изменение произошло. Во-первых, у нас выросла связь по модулю между оцифрованной переменной и компонентой. И смотрим, что произошло собственно с оцифрованной переменной по сравнению с исходной переменной. Расстояние между первой и второй категории маленькое, второе, третье, маленькое, третье и четвертое маленькое, зато между четвертой и пятой такое ощущение, что оно больше в сумме, чем все вот эти расстояния в их проекции. Да. Так однозначно и есть. Здесь у нас ноль, примерно так. Здесь три, ну не три, там 2,8 допустим. То есть вот это расстояние имеет проекцию где-то 2,8, а вот здесь расстояние примерно один имеет. Какую суть мы можем вложить в такое изменение? Дальше оно продолжится, поэтому уже можем вложить. Есть люди, которые примерно одинаково, да, кто-то более положительно, кто-то более негативно воспринимает тот предмет, о котором идет речь в данном вопросе. Есть люди, которые кардинально выступают против, Маша, дезагри здесь справа, дезагри, категорически не согласны, они категорически не согласны с тем, что беженцы не притесняются в их странах. Ну вот, Маш, к сожалению, читать можно в СПСС и во многих статьях там Вермунта, еще коллеги из Леодинского университета, но писали в вышке в нашем факультете люди ВКР по катписей. Вот восстановить полностью по тому, что написано в мануале СПСС, а больше нигде катписей не реализован, кроме СПСС, потому что СПСС купил. Условно, он купил патент на этот метод. Конечно, сами голландцы тоже писали, но они тоже не дураки, поэтому полностью выдавать ноу-хау они не выдают. Они объясняют принцип, формулы вы полностью не найдете. Ну, попытайтесь. По крайней мере, у ваших коллег, которые до вас защищали разные свои ВКР, не получилось. Но я тоже искал. Поэтому мне было проще воспроизвести с нуля этот алгоритм, чтобы он давал такие же результаты. Я воспроизвел. Воспроизвел по логике, а не по тем формулам и нотациям, формулам, которые есть в ESP-сессии и в статьях голландцев. так что как бы здесь вмешивается и коммерческая составляющая. Вот другой пример коммерческой составляющей. В ESP-сессии очень быстро считаются деревья. Вы не знаете, что такой метод, но аналог логистической регрессии в некотором смысле. Вы на третьем курсе узнаете. В ESP-сессии очень быстро считаются. Хотя есть расхожее мнение о том, ESP-сесс устарел и в нем много чего уже не оптимально. Но вот некоторые алгоритмы в нем считаются быстрее, чем во всех аналогах, допустим, в Python. Как они это сделали? Неизвестно. То есть принцип он описан в тысячах работ. Там, допустим, CRT или Chade. Но как сделать? Чтобы он работал так быстро, это никто не описывает, потому что это коммерческая тайна. То есть еще раз, в науке касательно вот таких относительно новых вещей есть изложение принципов, но нет изложения досконального того, как это воспроизвести букву к букве. Поэтому хотите воспроизводить, воспроизводите идею. Вот. И на последней итерации, 31-я ситуация стала еще более контрастной. Эти люди, сторонники, ну, вы же знаете, что в Европе в различных кризисных ситуациях, связанных с миграцией, регулярно возникают протесты, и протесты регулярно возникают на двух полюсах. Выходят европейцы, которые радикально выступают за права мигрантов, и те, которые придерживаются правых взглядов и выступают против миграции, как таковой, из стран культурно неблизких. И вот, собственно, здесь можно сказать, можно проинтерпретировать, что, исходя из исходной порядковой переменной, в которой градации одинаковые, на одинаковых расстояниях лежат между собой, мы вытащили неодинаковые расстояния, то есть придали этим расстояниям смысл. и касательно того, какая связь стала между оцифрованной переменной и компонентой, она стала вот такой, вот у вас одни люди, вот другие люди, еще раз, исходно они были, вот так расположены, они все занимали равномерно пространство с нисходящим трендом, чем выше значение переменной, тут же здесь обратная кодировка, тем выше значение компоненты, но связь была не вполне прямо линейная. В итоге мы пришли к тому, что мы группируем людей, которые вот так отвечают и людей, которые вот так отвечают, и мне кажется, в этом есть смысл. Как это происходит? самое близкое, на основе чего я и строил свой алгоритм. Вам надо много раз пересчитывать линейную регрессию, причем в качестве х-ов будут выступать значения компонентов, в качестве у-ов будут выступать значения исходных переменок, как ни странно. Казалось бы, это х, это у-ов, нет, здесь места не меняются. В качестве х-ов еще раз выступают компоненты, но здесь одна компонента, потому что я упрощенную взял пример, а в случае в том кейсе, который я рассматриваю в видео, там много компонентов, там будет много х-ов. В качестве у выступают категории исходной переменной, по сути, больше выступают в качестве вот эти категории выступают. Они будут предсказываться, и таким образом наш модуль в Python он уже доступен, но пока только на гейтхабе. И, собственно, если вы хотите прямо в формуле, поскольку мы продавать не намерены, мы это выкладываем в открытый доступ. Поэтому, если вы хотите разобраться с формулами абсолютно досконально, вы можете посмотреть код нашего модуля, решая ту же задачу, которую решает и как PCA вы списываясь. Тогда у вас будет абсолютно досконально, вплоть до формул, представление о том, как все это работает. Но, правда, мы обращаемся для того, чтобы применять линейную регрессию, чтобы самим с нуля не писать, зачем, к statsmodels опять такие. Поэтому на основании кода нашего модуля и понимания того, что происходит в statsmodels, вы сможете полностью вникнуть в формульную составляющую оцифровки. Давайте вместе сейчас быстренько за 5 минут маленький катпись и произведем. Я открываю SPSS. Этот пример он для Бельгии актуален, поэтому вы сделаете у себя отбор бельгийцев дата select cases и в condition country равно be большими буквами и в кавычках, потому что это стринговая переменная. Дальше заходим в катпись analyze dimension reduction optimal scaling вот собственно весь блок optimal scaling его писали как раз голландцы и он полон внутри всяких ноу-хау, полностью разобраться с тем, что находится внутри optimal scaling на основании публикации открытых вы не сможете, но воспроизвести сможете при желании. так вот по умолчанию здесь выставлен множественный анализ соответствий, чтобы перейти к категории principal components мы сверху меняем опцию some variables а not multiple nominal ну а в идеале они все not multiple nominal потому что еще раз идеально, чтобы там не было номинальных переменных а были порядковые. ну бывают разные ситуации define первая переменная она вот здесь находится government should be над словом дополнительные government should be и две остальные под словом дополнительные granted refugees most refugees здесь справа сверху выделяете все три переменные они ordinal но только ordinal со сплайнами это отдельная тема сплайн зачем он нужен потому что не совсем как PC это более общая тема и я уберу эти сплайн а чтобы убрать их я нажимаю кнопочку define scale and weight еще раз вот здесь переменные три должны быть выделенными желтеньким подсвечены define scale и здесь я выбираю просто ordinal continue вообще здесь много чего по умолчанию ненужного выставлено и касательно миссингов тоже нажмите кнопочку миссинг справа сверху справа сверху кнопочка миссинг выделите все три переменные здесь по умолчанию CAD PC и зачем-то производят импутацию если вы знаете что это такое но если нет то я сейчас не буду останавливаться а то это долго ее надо убрать потому что она часто мешает на самом деле мешает выбираете снизу опцию exclude objects и нажимаете кнопочку change справа то есть мы сейчас отключили импутацию не нужна импутация она часто смещает результаты continue исходно надо выставить три измерения dimensions in solutions исходно чтобы посмотреть сколько нужно потому что здесь нет критерий кайзера ну кстати в нашем модуле в пайтоне мы внедрили критерий кайзера там уже это есть ну а здесь нету у нас в модуле лучше давайте выставим три это предварительный запуск поэтому все остальное настраивать пока не надо надо просто посмотреть сколько нужно измерений окей нажимаем ищите табличку model summary ну она недалеко от начала выдачи но не самое первое model summary альфа кранбаха должна быть положительной вот где альфа кранбаха положительность только измерений и нужно одно измерение нужно потому что только напротив первого измерения положительная альфа кранбаха теперь мы знаем сколько измерений заново запускаем катпи сирии заново зашел ставлю вместо тройки единицу выставляю остальные настройки в том числе убираю по умолчанию то что не нужно здесь есть некрасивые графики давайте их выключим нажимая кнопку loading не нужен график он некрасивый с этими нагрузками особенно когда у нас одна компонента когда много может быть еще есть смысл continue графики оцифровки вообще-то нужны и почему-то они по умолчанию не выводятся это я нажал уже category кнопочку category три переменные я переношу в transformation plots и меняю справа число на то сколько у нас измерений у нас одно измерение будет итак transformation plots здесь три переменные и одно измерение continue следующая кнопочка object я бы убрал потому что потом все это гораздо красивее выводить через граф chat builder или вообще не выписывайся ну и сходите оставьте continue очень важно в output кнопочка output поставить component loadings и correlations of transformed variables эти галочки обязательно должны быть а еще и variance accounted for конечно три галочки должны быть а по умолчанию здесь их две а надо три continue ну поскольку я знаю что мне хватит итерации можно не заходить но вообще если вдруг вам не хватит итерации а такое бывает когда вы сложные модели строите например у вас там 50 наблюдаемых переменных факторизуется надо зайти в кнопочку options вот здесь число итераций меняется но мне хватит много чего еще полезного настраивается это видео можете посмотреть continue окей оцифровка у нас не сменила полярность низкие значения тут единичка была остались низкими то есть отрицательными высокие пятерка была остались высокими здесь здесь и здесь полярность не поменялась это очень важно учесть общности везде достаточные поэтому модель признаем хорошей с точки зрения объяснения каждой отдельной переменной с точки зрения общего объяснения общий процент 65 интерпретируем компоненту через факторные нагрузки эти две переменные у нас с положительными нагрузками идут у них низкие значения соответствовали agree то есть промигрантские ну условно промигрантские agree значит левый полюс компоненты за мигрантов грубо здесь та же самая ситуация за счет того что минус у нас здесь промигрантский полюс disagree то есть правый как ни странно да такая игра слов получается но за счет минуса здесь переворачивается при отображении на компоненту и значит опять же промигрантский полюс у компонента отрицательный а положительный полюс антимигрантский вот и извините можно быть такое что у меня немножко на сотые тысячные отличаются цифры от ваших но если я просьба правильно отметить если сотые тысячные то ничего страшного у вас 31 итерация или сколько поднимитесь наверх iteration history скорее всего у вас другое число итерат 32 да 32 а вы миссинге оставили миссингами отключили импутацию да вот это я точно сделала вроде бы ну тогда разница может быть из-за версии с фиэсэсом хотя если у вас у всех одинаковые версии у вас явно другая чем у меня а вот вас между собой вы можете сравнить с коллегами как у вас получилось ну либо надо рыть но мне кажется рыть искать из-за такой маленькой разницы нет смысла тратить на это время если у вас оцифровки примерно так же выглядит и да графики похожи да и общности если тоже все выше 0.5 то и хорошо вопрос вопрос если вот сохранить результаты которые у нас получились мы получили ну фактор и дальше как мы его можем использовать он будет вот как бы с пятью градациями так же вы сейчас говорите про сохраненную переменную для фактора или для оцифрованной переменной сохранить можно и то и другое ну вот а какую дальше использовать в анализе получается для фактора ну самим фактором вы работаете так же как обычно как с обычным фактором вот вы взяли в методе главных компонент нажали кнопочку скор сохранили и у вас переменная факторная вы ее проинтерпретировали понимаете что значит что я полюса и используете как полноценную переменную в дальнейшем можете ее в кластерный анализ отправить я уж не говорю про то что описательную статистику по ней дать и сказать что вот в вашей выборке ну давайте я сейчас сохраню эту переменную и покажу удобство интерпретации так снова захожу в категорику принципу компонент нажимаю кнопочку сейф слева снизу сейф туда актив дэта сет объект скорс continue окей и у вас появится в базе это переменная сейчас я по ней описательную статистику выведу видно да да все видно итак что мы можем сказать про наших бельгийцев у нас очень неоднородно распределились бельгийцы по отношению к мигрантам у нас есть много довольно таки много причем большинство правых бельгийцев правых причем во всех смыслах правых они антимигрантски настроены и есть очень интересный пик радикалов промигрантски настроенных если посмотреть две половины графика то опять же мы видим что бельгийцы в массе свои правые а не левые промигрантски настроенные при этом много центристов много людей которые занимают такую позицию не согласен не не согласен в общем им все равно вот есть такая группа людей большая это просто чтобы проинтерпретировать одну переменную вместо трех дальше мы можем эту переменную поместить в регрессионный анализ в качестве допустим микса хотя можно и зависимые переменные мы хотим допустим выяснить какие характеристики определяют то что человек бельгийц придерживается правого отношения к мигрантам или левого отношения к мигрантам пол возраст образования ну как у нас в тесте допустим да там всякие переменные которые могут на это влиять и влияют так что применение масса для результатов ну а как тогда можно использовать оцифрованные переменные потому что вид сохраняли но не совсем понятно что с ним делать дальше их тоже можно поместить в какую-то новую регрессию допустим вы в них уже уверены что там точно переменные интервальные то есть исходно там было 5 градаций еще и смещенные вы не были уверены 50 на 50 если результаты представлять комиссии какой-нибудь может комиссия найти человек который скажет ну здесь всего 5 градаций почему вы сочли что это переменные интервальные можно вставить регрессию а теперь она у вас уже действительно интервальная настоящая интервальная и вы можете вставлять в разные методы которые требуют применения интервальных переменных получается что это как бы такой метод ну вот оцифровка ну понятно что она позволяет улучшить взаимосвязь компоненты но получается она может как бы статистически увеличить нашу градацию шкалу да поднять тип шкалы да но как бы отдельно для какой-то перемены это сделать нельзя отдельно нет потому что предполагается еще раз что вы проводите оцифровку на основании некого латентного концепта в случае с видео это некое пространство позитивного отношения к нации в случае с нашим сегодняшним кейсом это отношение к мигрантам некий латентный концепт если он на самом деле не имеет смысла то и ваша оцифровочка уже такая висит в воздухе а когда у вас всего одна перемена то о каком же латентном концепте может идти речь поэтому оцифровка на одной перемен невозможно ну и другой вывод как бы который сюда комплиментарен что чем больше у вас переменных выражающих некий латентный концепт тем точнее будет ваша оцифровка еще вопросы если у вас остались вопросы вы можете их продолжить вводить в google форме я на них отвечу спасибо большое спасибо вам спасибо спасибо до свидания до свидания